Всем добра, с вами Добрый Данил и это рубрика Толкни Данила, где я делюсь своими какими-то мыслями. В этой рубрике прямо не стесняйтесь, пишите комментарии, свои пожелания. Дело в том, что мое мнение это всего лишь мое мнение и одна из этих мыслей это нужны ли общественные организации которые с помощью граждан исполняют то что должно исполнять то что должна исполнять власть я сейчас говорю про движение стоп хам или впротив и если вы давно следите за моим контентом вы понимаете о том что я всегда выступает за активную гражданскую позицию и в этом плане пообщаться со множеством людьми они мне говорят одно и то же что стоп хам что ли впротив это просто люди которые с помощью вот этого хайпа зарабатывают деньги продают рекламу получают гранты от правительства получает соответственно монетизацию за просмотры продают свой мерч и на этом деле зарабатывают бабки и эти люди действительно имеют право так считать потому что по факту монетизация есть мерч продается реклама соответственно в выпусках выходит с другой стороны тут надо всегда понимать этот объем денежных средств к сожалению для меня там не такие большие просмотры чтобы зарабатывать монетизации ютуба какие-то существенные деньги примерно всегда оцениваете что тысяча просмотров приносит автору где-то полтора доллара если соответственно это 10 тысяч просмотров 15 долларов 100 тысяч просмотров 150 долларов 150 долларов это больше 10 тысяч рублей это 12 тысяч рублей но вдумайтесь работает множество людей плюс монтажер плюс операторы плюс камера плюс расходные материалы окупает ли это все дело наверное нет и в этом в этом я все-таки считаю что и гражданская позиция она как бы сказать ну это не денежная основа там даже если в карман что-то получится положить то ты работая продавцом-консультантом зарабатываешь в разы больше уж тем более если ты работаешь кальянщиком или барменом там просто несоизмеримые деньги я и привлежу пример профессии которая не требует каких-то специфических навыков которые можно обучиться и за счет своего опыта уже реализовывать денежные средства и мне нравятся эти проекты искренне нравятся и они нравятся тем что они докапывают людей то что многие их бесит это то что они провоцируют на конфликт я считаю что провоцировать на конфликт в этой ситуации жизненно необходим у меня был самого такой случай когда я лежал в областной клинической больнице за волгой там есть центральный проход и по большому счету вот есть центральный проход а особо не как по другому-то больницу и не попадешь центральный проход он хоть и большой там где-то наверное метров пять но по бокам у знаков курение запрещено стоят мужики целыми группами курят одним из таких я сделал замечание на что меня сразу же послали на детородный орган я не отступился и сказал что взвыл к совести о том что ребята здесь мамы дети проходят пожилые люди зачем вы при них курить и ну спуститесь вы ну я вас не прогоняю даже за территорию где вы должны курить спуститесь хотя бы немножечко в бок ну и там курите ну то есть снизу этого центрального прохода нет меня продолжают посылать гетчо ты до нас до копался я говорю еще раз сделайте исполните просьбу они начинают собираться я ухожу поворачиваюсь но они просто до собирались стали типы обратно сели продолжили курить я подхожу к ним еще раз говорю ребята что за дела почему вы не хотите пойти на примирение и исполнить то что я вас прошу потому что вы нарушаете на что произвести фраза интересная фраза слышь мы после операции нам тяжело ходить ну да курить легко дайте покурить легко а спуститься вниз это сложно и я всегда и всем говорю что чем больше будет людей с гражданской и с активной гражданской позицией тем легче будет жить но представьте себе что мы все будем делать замечание человеку который паркуется как удак или человеку который ездит по встречке или человеку который играет в шашки ему все просто будем говорить ты дурак и я думаю на сотни на 200 итераций что все вокруг говорят ему ты дурак и высмеивают его в обществе особенно было бы неплохо публичное общественное порицание то он возможно задуматься что он дурак что он что-то делает не так либо просто не захочешь чтоб называли его дурак не захочет вступать в конфликты и просто прекратит это делать сейчас когда таких как я один на своим дружкам какой он сильный смелый и смог послать кого-то на детородный орган он сразу же забудет и наоборот будет восхвалять свое самолюбие но когда все в его окружении будут говорить что он идиот тут все совершенно станет по-другому и вот эти гражданские движения что лев против чтоб стоп хам они делают первый шаг они показывают всей россии снг и в принципе всему миру о том что так сделать можно и это неплохо что это даже хорошо когда ты делаешь замечание когда человек ведет себя неправильно и так уж вышло что у нас в конституции у каждого гражданина есть обязанность предотвращать административные правонарушения либо сообщать о них но мы все почему-то стесняемся и мы миримся с быдлом но быдло сознаем отчасти мы сами и даже если мы как свиньи не кидаем мусор мимо у им не оставляем его на природе мы не осуждаем тех людей которые делают так но как только большинство граждан будут это дело осуждать то все поменяется кардинально я надеюсь что граждане будут осуждать недостойные поступки людей указывать им на их недостатки и только так мы будем самосовершенствоваться не сидеть на диване и не говорить о том что все разворовали такую страну угробили мы есть власть мы есть народ мы есть граждане и мы есть россияне это из-за нас такое все происходит и мне это очень печально но я стараюсь своими маленькими хилыми руками сделать все возможное чтобы такого не было хотя бы в моем окружении и это все зависит от каждого из нас и то что делают эти ребята на мой взгляд вызывает уважение потому что они не боятся особенно не боятся этой армии хейта этих тонн негатива и этих самословых дизлайков которые отгружает им ежедневно они находятся в жестком прессинге потому что их мало друзья лично я одобряю вас я с вами и вы знаете что может быть мало таких людей которые скажут то же самое что я просто постесняются но это но вы делаете действительно великое дело спасибо вам что вы есть очень хочу чтобы подобных организаций было больше и чтобы подобные организации появились в том числе и у нас в городе но для того чтобы появились подобные организации должны быть молодежные лидеры и если молодежный лидер в ярославле или в ярославской области начнет эту движуху я буду с удовольствием его поддерживать гражданская позиция это очень важно ну а с вами толкнул данила всем добра